Привет, друзья! Вот это новое видео из мастерской. Сегодня мы проедемся по бензогенераторам. Генератор Хютер привезли на ТО. Сказали, да тут масло поменяйте только и всё. И будем мы работать дальше. Вот видите. Прокладочка из тряпочки. Оторвана. Старкера нету. Плёса тоже нету. Фильтр. Видно какой, да? Что-то привязано. Глушитель он болтается. Вообще-то они прикручены. Баки грязи полно. Да не, не особо так. Ну что, будем согласовывать сумму ремонта? Итак, сумму ремонта согласовали. Сумма ремонта у нас будет начинаться от 5000. Только работа. Да? Вот так. Вот видите, ещё как отвалился. Здесь работы много. По-нормальному, я даже не знаю, сколько денег будет стоить его сделать. Но в любом случае, не меньше 5000-6000 рублей. Первым делом поставим сюда стартер. Поставили стартер. Как правило, на китайские генераторы и стартера все одинаковые. Теперь выкрутим свечку. Вот она свеча. Попробовали мы его завести. Нифига он не заводится. Сейчас выкрутим опять свечку. Посмотрим, в каком он у нас состоянии. И будем снимать карбюратор. Выкрутили свечку, ещё раз смотрим. Она у нас сухая. Откручиваем крышку воздушного фильтра. Открутили и снимаем. Теперь снимем тяги и вытащим карбюратор. Ну и отсоединим топливный шланг. Снимаем. Состояние карбюратора видно. Очень сильно грязный. По-любому он будет мыться. Также будет мыться корпус воздушного фильтра. Теперь снимем крышку глушителя. Глушитель, как видно, у нас оторванный. Не оторванный, скорее всего, болты открутились. Я сразу не сказал, для чего вот эта проволока. Вот для чего. Видите, подушки, они порваны. И также с другой стороны. Своим проволоку привязали, чтобы двигатель не улетел никуда. Вот видно, что сна сейчас верхняя часть и кусок здесь остался. Даже ещё болот не выкрутил. А что-то произошло, потому что у неё ещё есть вторая точка крепления. Здесь. Она вот здесь вот крепится. Здесь также от вибрации раскрутилась. Выскочила. И вот здесь усталость металла. Металл тоже лопнул. По глушителю отверстие там есть. Резьба нормальная. Так что сейчас поставим прохладку и прикрутим его. Здесь всё нормально будет. А пока открутим крышку клапанов и скинем голову, чтобы посмотреть, сколько там нагара и нужно, либо нет, притерять клапана. Открутили. Снимаем. Неудобно. Сейчас камеру опущу. Вот он сам поршень, цилиндр. Сейчас внутромером промеряем эллипс. Ну я уже так на ощупь чувствую, что износ здесь такой средний. Ещё двигатель походит. Ну и сами клапана. Как видно, не зря мы снимали голову. То есть сейчас это всё почистится и притрем клапана тоже. Вот данные клапана. Это впуск. Впуск притирать смысла нет. Как видно. То есть тут надо новый ставить. А это выпуск. Выпуск в принципе ещё нормальный, но тоже раз будем менять впуск и выпуск поменяем. Поменяем их на новый. Ну а голову естественно почистим. Почистили. Сейчас будем притирать клапана. Притерли. Теперь это всё будем собирать. Собрали. Теперь будем её устанавливать. Обязательно ставим новую прокладку. И накидываем голову. Глушак прикрутили. Сейчас отрегулируем клапана. И займёмся карбюратором. Кожух я нашёл. Не новый. БУ с разборки. Ну то есть он как новый выглядит. Также снял бак, чтобы его легче было ставить. И чтобы почистить сам генератор. Видите, что здесь, да? Вообще жесть. Ну и также, чтобы нормально закрепить панель. Отрегулировали клапана. Сейчас ставим сюда крышку. И будем чистить. Вот мы его слегка протёрли. Видно, стал чистым. Лучше, чем было. А если серьёзно, вот данной штукой мы его мыли. Теперь сейчас поменяем подушки. Поставим бак. И будем заводить. А, ещё и масло поменяем, да. Подушки поменяли. Поставили не новые. А хорошие БУ. Теперь займёмся карбюратором. Карбюратор. Я уже его обдул. Немножко почистил. Сейчас будем разбирать. Раскрутим снизу вот эти два винта. Раскрутили. Не так часто выходит из строя данный клапан. Как правило, он идёт вместе с карбюратором. Если у вас вышел данный клапан из строя, не спешите покупать карбюратор. Обратитесь в сервис. Как правило, в сервисах они есть, данные клапана, АБУшные. То есть, это будет стоить намного дешевле и быстрее. И продолжаем разбирать карбюратор. Я удивлён. При работе вот с таким вот фильтром карбюратор практически не грязный. Но всё равно сейчас мы его почистим. Чистить его будем очистителем карбюратора. В ванну его не буду кидать. И будем устанавливать. Почистил я карбюратор. Сейчас будем его собирать. Не заводился он сразу. Скажу, скорее всего, причина была именно в клапанах. Не в карбюраторе дело было. А может и в карбюраторе. Но всё равно. Сейчас соберём, поставим, попробуем завести. Ну вот, собрали, вынесли на улицу. Сейчас будем заводить. Да, будем заводить без фильтра. Фильтр потом поменяем. Всё работает. Вот он, ещё один генератор того же клиента. Данный генератор без стартера, так же, как тот. Сейчас попытался вот стандартный китайский сюда поставить. Ничего не получилось. Пришлось поменять стакан. То есть сюда подойдёт только стартер от Хютера. Я поменял стакан, поставил от стандартного китайца. Теперь сюда подойдёт практически любой вот такой маленький стартер. Ремонт данного агрегата также будет стоить где-то, ну, я думаю, больше пятёрки. Но вначале надо его завести. Поменяли свечку. Теперь попробуем его завести. Заслон, когда тоже он болтается, приходится держать. Вот он уже на столе. Здесь по работе, как я тоже говорю, будет дофига. Звушитель отваленный. Чуть бензина капает, всё в грязи. Фильтром тоже на соплях держится. Стартер поставили. Следующий, вот так вот. Инструмент, который зарабатывает деньги. Итак, друзья, вы сейчас увидели, как происходит ТО генераторов. То есть это техническое обслуживание. Так мы обслуживаем в основном все генераторы для строителей. Единственное, согласование идёт. То делаем, это не делаем, то делаем. То есть человеку предложено, допустим, как сейчас вот с маленькой, я стал крутить генератор. Там нужно менять сам поршень и кольца. Человек отказался. Пускай будет, я масло буду доливать, не пофиг. Но стоимость уменьшилась на 2000 рублей. Тот генератор, который я сейчас сделал, большой, там не нужно было менять. Кольца, они вроде как ещё так нормально, я думаю, нормально походят. Потому что там и так сумма выходила довольно-таки прилично. Сумма вышла 9500 рублей. Но я думаю, ещё этот генератор для своего владельца ещё не одну сотню тысяч рублей заработает. И в конце хотелось бы дать совет по поводу четырёхтактного двигателя. Если он у вас не заводится, что в первую очередь нужно сделать? В первую очередь нужно посмотреть наличие масла. То есть такой маленький колпачок открываете и смотрите. Оно должно быть залито под горловину. Масло есть, хорошо, закрутили. Потом смотрите искру. После искры пытаетесь завестись. Не получается. Опять выкручиваете свечу. И смотрите на свечу, какая она, сухая или мокрая. Также можно ещё так называемый магарич туда плить. То есть берёте шприц, чуть-чуть бензина и вливаете прямо в сам цилиндр. И пытаетесь завестись. Бывает такое, что он заводится и работает, и потом нормально работает. Но если вдруг и это не помогло, тогда что? Тогда сразу меняете свечку. Бывает такое, что да, есть искра, но сама свеча не работает. Либо может быть магнета. Но магнит это в самую последнюю очередь. Основные поломки это либо свеча, либо карбюратор. Либо мало масла. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok